Снова всем привет! И опять мы на матче Лиги, Кубка Лиги Eihl.ru Сегодня у нас опять хоккей, NHL 1000 ревью, хоккей на персональном компьютере в 2016 году. И у нас на повестке дня второй матч серии, 1-4 финал между Максом и Сева 3-0,18. Сева выступает у нас за Дала Старс в белой форме, Колорад уже в багровой форме, фиолетовой. И у нас тут уже Григоренко, русский хоккейист, удаляется за зацепку. Ну зацепка в NHL 4 распространенное явление. Тем временем Даллас пытается разыграть большинство. Ну опять же продолжу о том, что первый матч безоговорочно выиграл Сева. Счет 5-2, 72 броска. Было ярко, красиво со стороны Сева. Ну, после матча Максимилиан сказал, что связь его, мягко говоря, не впечатлила. Посмотрим, что будет во втором матче. Уже мы увидели два удаления. Команды играют 4 на 4 уже. То есть борьба будет, это точно. Максимилиана теперь есть преимущество в своей площадке. Вот у нас уже в большинстве, Макс, я так понимаю, но пришло очень мало времени, чтобы реализовать личную. 5 минут уже произошло. Сейчас мы смотрим на прекрасный село-привиум от капитана Каларадо Габриэла Дескоха на военном происходящем. Кэп. Так. У нас шайба Юлит. Защитник. Защитник Каларадо Габриэла. Пошел подержать немножко шайбочку Сева. Байрич. Казахстан был под 46-м номером. Недавно перешел с Атавы Симаторс. Молодой защитник тоже. Сколько я знаю чемпионера. И Натан Макином. Открывает счет. 25-й номер в своей собственной ему манере. Прорвался. Обыграл в 1-1 Ниеми. И открыл счет для своей команды. Ну что ж. Макс. Очень хорошо начинает эту встречу. Опять же, я так понимаю, преимущество Хоста еще никто не отменял. И... Севе, конечно, крайне тяжко пока. Но он старается. Идет вперед. Но зарабатывает лишь удаление. Валерий Мечушкин отправляется на скаминку штрафников. Нарушил правила на том же Макинане. Пока Макинан герой, конечно, герой. И... Тут он, да, скок. Питан ведет за своих партнеров. Он слабо шамин подфатует шайбу. Но не тут-то было. Он, да, скок. Переусерд. Ну, да. Переусердствовал. Тут нарушил правила на Икине. И, конечно же, это негативно. Сказывается. Опять 4 на 4. Так и пущено. Комнишество в одного игрока. Ну, не беда. Одиной пока Макс выигрывает. Пока нити игры, конечно, и в уроках. У нас далее следует... Заканчивается удаление. Кончится другое удаление. Тут жарко возле ворота Орланова. Но Семен успел сложиться и отловить каучуковый диск. Да, богат, конечно, матч на удалении. Теперь уже брат капитана. Джоран Бен. Отправляется на скамейку. Бородатый 24 номер. Защитник. И опять у Макса появляется реальный шанс, чтобы увеличить свое преимущество в этом матче. И он это делает. Он дескоп подсветился на пятаке с броска Башамина. Сейчас мы в замедленном повторе это все увидим. Мощный бросок. Подставление. И Нигеми уже ничем не может помочь своей команде. 2-0. Колораду в огне. Ну, конечно, он рассержен происходящим в первом матче. Было очень много бросков. Все было очень сложно для новокузнецкого геймера. И вот, наконец-то, он почувствовал себя в своей тайнике. Ну, а Севе, конечно, сложновато. Видим удаление. Русель будет отбывать наказание. Может, Клинберг? Да, Клинберг ассистировал на Бена. И Бен продолжает результативную серию против Колорадо. Уже третья шайба на счету двух матчах. Хорошее подключение капитана. Опять же, кто, как ни капитан, должен вести за собой свою команду. И Бен, как и Ландескофф, в этом матче конкретно они показывают, что недавно вносят нашивку с надписью си. То есть, кэп. 2-1. И это уже гораздо интереснее для простого зрителя, обывателя на ютубе. Напоминаю, что ребята борются за выход в полуфинал онлайн-турнира Кубка Лиги и IPHL.ru Там их уже ждет Los Angeles Kings. Брать за него трехвятный чемпион. Наших команд турниров Сайрос Санкт-Петербурга. Ну, а наши игроки Сева приняла 17 из Омска. А Макс выступает за клаван Беланш в бордовой форме из Новокузнецка. Ну, пока он заканчивается первый период. Все достаточно увлекательно, интересно. Ребята друг другу мутузят как могут. Много удалений. мутузят хоккей борьбой целеустременностью. И в этом версии симулятора так ярко проявляется. Маккейнан хочет сделать дубль. Пока не получается. Но у него еще умеет времени, чтобы помочь Максу удержать победу. И перевести игру в серию решающую третий матч. продолжается у нас борьба. Тут у нас оттенчает, как понимаешь, задором Никита. Да, 2-1. Но по броскам, как мы видим, не все так плохо, как было первым матчем Макса. Тут все более-менее равно. 12-9 в пользу Колорадов. То есть Сева, конечно, не тушуется, несмотря на плохую связь. И вот получает дополнительный шанс. Так Франсуа Бешемин решил разобраться тут с Беном на пятаке и сидя это сразу заметил. И вот теперь да, был хороший момент Олег Шахепский чешского окраинного фуруда. Достал попистив упор наверняка, но в первом матче был хорош. Нет, это время удаления. 5-4 на 4 все будет с Игин не выдержал накала страсти матча и отправился отдыхать на 2 минуты. Бен Бен. Бен это конечно Бен. Бен лидер команды безусловно. Его действия восхищают в этом матче. Да и первым в принципе он был на топ уровне. Без сомнений не является топ игроком мирового уровня. ну а колораду пока конечно не все безоблачно до 2-1 Сева явно принорагился к качеству связи и борьбу борьбу навязал оппоненту. Тем интереснее будем смотреть дальше. Впереди в принципе как минимум 30 минут ужесточающей борьбы. Ну также могу рассказать о других парах. Там у нас Нью-Джерси Нью-Окранжес который будет выступать Скотти Апшел против Скотти Славы Даю вам время послушать эту прекрасную композицию I Love Rock'n'Roll Ну так вот Скотти Апшел будет играть Петиславы а Слава у нас играет за мной Аль Каналинс это будет крайне любопытный скажем так рандеву где оба соперника достойны друг друга и я лично не берусь судить кто кажется победителем в этой серии Ну а другая пара которая еще осталась это Стил выступает за Нью-Окранжес он победил группу где кстати был и Макс напоминаю что там Макс проиграл ему обе игры по одному овертайм ну так вот он будет играть против Джуманджа а Джуманджа в свою очередь проиграл одну встречу и Севу Севу правда тоже ему проиграл одну игру но у нас очередное удаление очень много их уже около десятка набралось таков современный хоккей что удаление удаление еще раз удаление пока спецбригада не очень хорошо работает хотя в принципе пока решающий гол забил как раз Макс в большинстве Башемин напоминал бросал и Десков хорошо подправил ну и под зажигательную музыку Трибл Данс Са 5 4 на 4 в очередной раз красный порыв защитник это Биграс дабы третий номер но очередной раз нееме на высоте вот так топ уровня кстати уже выиграл бокс теннис составить как Блэк Холкс то есть все у него уже есть ну кроме калинейских игр конечно чемпиона мира по-моему не вставал да Варламов тоже тоже не отстает от своего визави демонстрирует хорошую надежную игру в воротах не тушуется его подвиги первом матче вы можете набивать это по соседству ну вот Джейми Бен надоело ему находиться на площадке решил отдохнуть может быть лучше даже до север когда лидер выйдет свежим отдохнувшим покажут все-таки колорады в Ираке зимы но пока не получается не партнеры Бен демонстрирует высокие уровни мастерства вот партнеры пока Сигин ни одной шайбы за серию где-то в тени и спец несколько благо молодой до ранней Рантанин финн чемпион кстати молодежи чемпионата мира последнего и опять же у нас тут mortal kombat да ну матч похож похож на бои какие-то много зацепов толчков много удалений ну плей-офф как ни крути ох хорош был момент 13 номер вырывался на оперативный простор Диалмар ну из молодой до ранней взял и удалился макин конечно макин он ведет именно макин он даже несколько ландесков молодой ружьем надежда сборной Северной Америки на следующем кубке мира посмотрим смотрим что даст нам этот турнир в любом случае будет весело и интересно время для матчей там достаточно удобное для нас европейцы 22 по Москве смотрите будет я думаю интересно за играми конечно есть реальный НХЛ старт сезона за играми кстати и старт 11 уже по счету сезона в нашей линии 4.ephl.ru заявки напоминаю стартуют в середине сентября не пропустите подсоединитесь к нам но тем временем у нас заканчивается второй период и все гораздо гораздо более становится напряженным да Макс выигрывает одну шайбу 2.1 но стоит лишь Макс допустить оплошность и Сева сравняет что-то дальше уже на вартайме потом может быть даже и булиты и Сева проходит дальше но пока вот такие конечно супер момент анализов от Макс чтобы спокойно себя чувствовать тут как к ней потащил сложно понять в кропатическом прыжке и на этом да смотрим 8 удалений Севы тяжело ему так играть опять же шишай шишай шайба полученной на меньшинстве остальные 7 7 скажем так 2 минут неравных составов Сева продержался можно сказать случайно залетела но залетела голы бывают разные но они есть а что у нас продолжается вот 5 большинства Севолода который он имел тоже как бы можно было постараться реализовать ну там все в принципе 4 на 4 происходило поэтому в основном преимущество имел Макс посмотрим что нам даст третий период очередное шестое для Макса решил не рисковать и уложил на лед Валеру Невчушкина ну поддержка конечно от трибуны никто не отменял Денверу всегда умели хорошо болеть это еще помним с 90 когда половины имели славный период своей истории в игре кубок стенда думаю многие из вас помнят Джосаки Кавеи Форсборга Петера Веру Каменского Саврова Гуэк Крупа ну конечно и Завинного Патрика Руа несколько остальних ну а Даллас Даллас тоже в 2000 году выигрывал в Бокстане там Брэд Хау был Джимми Лондин Брюнер Яшенко тоже человек ушел в автокатастрофе нашего мира Брюнер русский хоккеист ну Джимми Бен Джимми Бен 9 удаление здесь баллоса здесь уже не по броскам рекорды ребята бьют а вот по удалению конечно тут все очень очень офсайт икин и бросаем его выиграл Сева пас только на оппонента хороший контратак а тут свеженький вышел Эгри Джонсон защитник его обокрали конечно икин поработал на славу обороне кином крутит вертит очень активен молодая звездочка что рада только штанга спасла Севу и конечно если посчет стал 3-1 в этом газском хоккее то тяжело бы было дальше но пока интрига сохраняется в полной мере это конечно макс старается и бросает но не еми не есть не его уровень мастерства в этом мочек отправляется очень ярко орла решил не рисковать действительно зачем счет 2-1 в пользу команды бросок да конечно такой хоккей нервирующий но но он интересен и любопытно все таки чем это все закончится то ли Сева спасет матч матч возможно далее выиграет серию и же все таки макс в этом турнире зацепов толчков держит победу и перейдет в серию решающий третий матч смотрим смотрим не засыпаем если кто-то захотел включите погромче музыку сейчас пауза послушаем да вот фрэдди мэркури с вилла рак вин да 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 это предназначается конечно для колорадо максом что он побьет севу севу пока больше бьет и цепляет но не очень помогать на этой встрече одну шайбу только забью все-таки побеждает кто забивает больше шайб а не кто больше бьет и цепляет пока так только три шайбы конечно в первом матче все было более ярко атакующе семь шайб но тут настоящий плейоффовский кубковый хоккей начался Дюшен да Дюшен тоже как-то в сторонке платочек теребит как бы он один из лидеров и если сравнивать его с Макиноном то приблизительно одинакового уровня хоккеиста но Макинон гораздо ярче на льду причем обоих встречах в зависимости от пинга связи но это Маклеут будем Маклеут силовой хоккеист третьего звеного колорадо да Ниеми конечно держит на плаву команду Доза Старс и Севу но все таки нужно забить вратарь молодец не спорю ловит все что летит ворота но забивать тоже надо чтобы перести для начала мочевого рта и у нас кстати уже 59 минут произошло в этой встрече и наступают решающие моменты броски следуют из совсем конечно удобных позиций но не следует без бросков шайба точно не залетит ворота но пока она вообще в зоне как бы удалось и сложно выбраться пока уже полминуты прошло и Макс конечно очень близок к победе гораздо ближе чем Сева но вот у нас тут спец да спец не хватило скоростенки вот шарп догоняли конечно поспешил но догоняли конечно Сева и 9.5 секунд остается но броски не проиграны Дина не рискуя по борту и я поздравляю Макса с победой в этом матче он заслуженно конечно держал ее переборолся перетерпел по статистике мы видим что по броскам все достаточно равно 28-26 по проценту пас вообще Сева переиграл но удаление сыграя решающую роль дорогие друзья спасибо что вы смотрели этот матч было приятно с вами пообщаться до следующих встреч на ледовых площадках всем пока 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 субтитры